полезный доклад, а не про школу, из которого вы вынесете какие-нибудь полезные вещи. Немножечко о себе. Меня зовут Ермаков Петр. Вместе с Колей Марковым мы два года начали PyCon Meetup. PyCon Meetup мы не начинали до сегодняшнего дня, прошу прощения. PyData – это такая нативочка была. Если вам нужны мои контакты, вы можете мне найти их по сайту. Я работаю в Ламоде, до этого в Мэйле тут работал, до этого в Хэхэ. Действительно, я веду лекции в школе по машинному обучению и веду небольшой телеграм-канал, поэтому смело подписывайтесь. PyData. Что такое PyData? PyData – это набор мероприятий, конференций, а в Москве это набор митапов, которые посвящены обработке, анализу, хранению, визуализации данных на Python. Все мы любим Python, все мы сюда пришли для этого. Мы уже сделали классный ленд-дос, мы провели уже, это восьмая PyData. Кто до этого был на PyData в каком-то митапе где-нибудь? Окей. Помимо PyData мы делаем sysml-метап, посвященный машинному обучению, применению машинного обучения в продакшене, e-com-ds-метап. Также у нас классные друзья в ML Repo, Reproducible ML. Ребята делают отличный митап, который прошел на прошлой неделе по воспроизводимости экспериментов машинного обучения. Также хочется напомнить, что сообщество Open Data Science проводит 31 августа. Тут в Мэйле тоже большую однодневную конференцию бесплатную, посвященную анализу данных, Moscow Major Data Science. И завтра заканчивается прием докладов. Поэтому если вам есть что рассказать, пишите, я обязательно вас направлю, и возможно ваш доклад попадет в сетку. Если вы просто хотите где-то выступить, вы можете написать по форме, которая на ссылке, и куда-нибудь мы вас точно определим, может быть, даже на следующий Data Fest. Спасибо большое Mail.ru, что принял сегодня нас и PyCon Meetup. Спасибо сообществу ODS, которое каждый раз помогает нам найти отличные классные доклады. Спасибо PyCon, что позволил нам запартнериться с ним на текущем мероприятии. Спасибо нашим прошлым площадкам. И иному фокусу, что вообще придумал PyData и развивает такой бренд и open-source библиотеки. Как я уже сказал, это восьмой Meetup. Мы уже сделали семь, два раза на Data Fest. Один раз PyData Meetup вместе с воркшопом. Рано или поздно мы выложим материалы. Где-то мы тут находимся. А сегодня у нас первая коллаборация тоже с Python Meetup. Также хочется рассказать про PyData седьмую. Почему? Потому что она проходила как секция на Data Fest. И возможно за всеми интересными докладами в Data Fest вы не заметили секцию PyData. Там были отличные доклады, посвященные DevOps, ML, Python. Все вместе взятых. Вот набор этой секции. Обязательно посмотрите. По ссылке есть доклады. Окей. Пока они не порезаны, они в трансляции, но вы их обязательно найдете. Перейдем к основному докладу. Я расскажу вам, напомню, что такое Jupiter, напомню, что такое Jupiter Hub. Расскажу про особенности, как мы его готовим. Расскажу еще про набор новых вещей, которые появились в Jupiter, Jupiter Hub и так далее за последнее время. Кто знает, что такое Jupiter? Отлично. А Jupiter Hub? Чуть меньше. Окей. Для тех, кто не знает, я напомню, что Jupiter это фреймворк для того, чтобы программировать на питоне в браузере, фактически делать скрипты, которые интерактивно появляются в вашем браузере. Вы можете поставить Jupiter на сервер, по браузеру к нему подключиться и программировать на питоне, совершенно не заходя на сервер. Эту ссылку на сервер вы можете дать нескольким людям и фактически утилизировать ресурсы одного сервера, команды из 10 или 15 человек. Это очень здорово, и ноутбуки позволяют делать кучу интерактивности. Вот один из примеров. Мы можем видеть и код, и результат, и графики, добавить текст и фактически получить некоторый пейпер вместе с того, как он проходит, выполняется и так далее. Есть очень хорошее видео, посвященное Jupiter, в том числе и мое, где вы можете подробнее узнать, если вы до этого не знали, что такое Jupiter, как его готовить и какие там библиотеки, экстеншены и так далее есть. Но не все любят ноутбуки за их невоспроизводимость, за их проблемы и так далее. На Jupiter коне был классный доклад чуть меньше года назад, посвященный этому. Обязательно посмотрите. Он на 99% состоит из мемасов, которые, правда, полностью отражают всю происходящую картину. Окей. С моделированием ситуацию. Вы умеете работать в Jupiter, вы пишете отличные скрипты, отличный код, вы пишете отличные модели машинного обучения. Но тут к вам в команду присоединяется еще 10 человек. И та тачка, на которой вы все это делали, она до этого была ваша. А теперь ее надо каким-то образом между делить. Потому что всем 10 человекам такой сервер не подаришь. И возникает примерно такая картина. Все хотят программировать в Jupiter, все хотят свой Jupiter. Но Jupiter это не выход, к сожалению. Почему? Потому что вы будете друг другу мешаться, вы будете видеть выполнение скриптов других людей, вы будете случайно можете стопнуть, можете закарабтить какие-то данные и так далее и тому подобное. Просто Jupiter на команду из человек, будь то команда, как у нас в Ламоде, из 10 дата-сайентистов, будь то студенты вашего курса, они будут мешать друг другу, в том числе и видеть, что делает каждый. Поэтому Jupiter не выход. Мы хотим, чтобы пользователи не видели выполнение друг друга, не мешали и не могли что-либо испортить. Ведь часто, возможно, бывает такая ситуация, что вы подвесили Jupiter и остановили работу не только свою, но и еще своего коллеги до рестарта самого Jupyter. Но я вам расскажу про светлое будущее. Это Jupyter Hub. Jupyter Hub — это надстройка над Jupyter. Он позволяет, фактически невидимо для пользователя, запустить для каждого пользователя отдельный Jupyter. Причем для всего этого есть классная админка. Вы заходите только по одному урлу и залогинившись там, вы попадаете именно на свой Jupyter. Если вы сломали свой Jupyter, вы можете его рестартануть. И это совершенно не заэффектить работу ваших коллег. Это очень классный инструмент для того, чтобы на одном сервере ужиться вместе на нескольких Jupyter. Помимо этого у Jupyter есть куча расширяемых вещей. Например, вы можете запускать, как я уже сказал, для каждого пользователя запускается свой инстант Jupyter. Он может запускаться в докере, он может запускаться на сервере. На сервере он может запускаться от имени пользователя. Поэтому вы можете убить все процессы одного пользователя и умрет его Jupyter вместе с его непонятными какими-то выполняемыми скриптами. А другая работа не будет заэффектчена. Помимо этого есть возможность запускать Jupyter на одном сервере, но при этом он будет использовать несколько серверов. Можно использовать кубер в качестве поставщика ресурсов и так далее. Это очень классный инструмент. Вы можете написать собственный спаунер, который будет аллокейтить какие-то ресурсы. Это здорово. Помимо этого в Jupyter, за что мы его любим, за то, что там есть авторизация. Вы не пишете каждому пользователю некоторый логин, пароль, который он должен запомнить. Например, на вашем рабочем месте есть LDAP. Возможность, актив директори и так далее. Возможность залогиниться во внутренних сервисах, таких как Jira, почта и так далее. Без проблем вы можете подключить LDAP и к Jupyter. К сожалению, нам пришлось его немножечко пофиксить, потому что у нас инфраструктура LDAP сделана на винде и там есть некоторые особенности. Можете использовать стоковую версию, можете попробовать нашу. Это очень здорово. Помимо этого вы можете логиниться с помощью GitHub, с помощью GitLab и с помощью Atlassian продуктов и так далее. Тоже позволяет не пилить свою какую-то авторизацию, а воспользоваться уже имеющейся. Окей. Но не все так хорошо с Jupyter и с JupyterHub, потому что есть некоторые возможности, которые есть в Jupyter, но мы, допустим, не знали этих возможностей в JupyterHub. Например, в Jupyter есть возможность запустить JupyterLab. Если вы возьмете и поставите JupyterLab, это фактически следующий виток эволюции в ноутбуках. Возможность фактически запустить IDE в браузере, сделать несколько вкладок, видеть код, видеть данные, консоль. JupyterLab – это классно, но JupyterHub не включает в основной поставки JupyterLab. И как с этим жить, как с этим работать. Первая возможность, которую вы можете сделать, это просто поставить там, где у вас стоит, в том окружении, в котором у вас стоит JupyterHub, поставить JupyterLab. После перезагрузки JupyterHub, фактически стандартный URL – это слэш 3, по слэш Lab у вас появится JupyterLab. Запустится JupyterLab. Это здорово, это возможность вам запустить JupyterLab, а кому-то не запускать. Но по дефолту все равно будет запускаться JupyterHub. Как с этим жить, вы можете основную URL поменять фактически в конфигуах JupyterHub. Его надо будет рестартануть после этого, но такая возможность появится. Но в JupyterHub, который использует Jupyter, по умолчанию есть вкладка админка, контроль и так далее. Далее, как эти вкладки получить в JupyterLab? Поставить в JupyterLab дополнительное ПО, которое, эту вкладку появится, как у нас на картинке справа. Окей. Вторая проблема. Jupyter – очень расширяемый устройство, расширяемый пакет. Там можно поставить кучу расширений питонячих, это линтеры, это подсветка синтаксиса, это время выполнения кода. Куча-куча всего. В JupyterHub по умолчанию этого нет. Но, как я уже сказал, JupyterHub запускает для каждого пользователя свой Jupyter. И вы можете фактически добавить эти расширения каждому пользователю. И как это происходит? Каждый пользователь сам натыкает, какие нужны ему расширения. Они будут видны только ему, а пользователь, который не хочет пользоваться расширениями, он просто их и не увидит. Вы для него их не поставите. Тоже отличная возможность, которая дается нам за счет того, что JupyterHub – это надстройка над несколькими Jupyter. Как в них попасть, достаточно перейти после установки по такой ссылке. Окей. Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться в команде, когда у вас куча людей работает иногда над похожими задачами, и нужно как-то между собой шерить экспертизу. И если у вас появился некоторый ресерч, который вы еще не хотите оформлять в вашу систему контроля версии, но хотите поделиться с товарищем, как это сделать? Вы можете, конечно, скачать iPad и ноутбук, скачать данные, переслать эти данные пользователю. Можете воспользоваться такой простой вещью, как сделать общую директорию, дать права на эту директорию всем пользователям, и в хомяке каждого пользователя сделать символическую ссылку на эту директорию. Тем самым Jupyter будет обманут, вы будете заходить в одну и ту же директорию, на самом деле, хотя для каждого она будет как будто своя в хомяке лежать. Вы можете шерить ноутбуки с друг другом, и не дожидаясь того, как он оформится в GitHub или в вашу систему контроля версии, это тоже достаточно удобно. Туда же можно заливать данные, полученные какие-то скрипты, модели, чтобы другие ребята протестировали, если вы находитесь на одной тачке. Окей. Но следующая проблема. Проблема в том, что каждый пользователь может хотеть свои библиотеки. Допустим, кто-то хочет пандас самой первой версии, посмотреть всю его эволюцию. Если вы будете ставить каждый раз новые библиотеки, то у вас либо не новые, а старые, под запрос, стоковые библиотеки, из веточки библиотеки и так далее, у вас возникнет некоторая проблема, связанная с тем, что предыдущие скрипты могут начать ломаться. Они могут начать ломаться, поэтому как сделать так, чтобы у каждого пользователя был свой набор библиотек, который он хочет. Если он хочет какую-то новую библиотеку, он ее добавит. Если он хочет в библиотеку какой-то специфической версии, он ее добавит. В питоне, в PIP есть отличная возможность поставить библиотеки конкретному пользователю и фактически решить эту проблему. Пользователи сами имеют доступ через PIP-юзер поставить себе нужные библиотеки, никого не тревожа, не тревожа обминов и не ломая работу других ребят. Но как мы уже умеем, мы умеем шарить ноутбуки друг друга. И что если человек сделал на предыдущей версии, а на следующей версии код ломается? Он отправил вам ноутбук, вы его запускаете и у вас ничего не работает, потому что у вас другие библиотеки. Окей, он сказал, на каких библиотеках работал он, вы их переставляете, ноутбук работает, а старые ноутбуки, которые были заточены под свежие библиотеки, ломаются. Как эту проблему решить? Как заставить чужой код работать и у вас? Мы решили эту проблему следующим образом. Для каждого пользователя создается виртуальное окружение, отдельное виртуальное окружение, и вы можете фактически его выбрать. Вы можете выбрать свое виртуальное окружение и туда ставить, что хотите. А можете выбрать kernel с чужим виртуальным окружением. И скорее всего, если вам передали ноутбук коллеге, там он уже установлен, и вам ничего не нужно менять, и если коллега, например, Александр передал вам ноутбук, вы его запустите, и он будет запущен на его версиях библиотеках, на его библиотеках, которые он поставил. И это здорово, фактически бесшовная интеграция. И что еще лучше, вы можете поставить в библиотеке только свое виртуальное окружение, а в виртуальное окружение ваших коллег у вас доступа что-либо менять нет. Но необходимо настроить доступ, чтобы вы хотя бы видели тот интерпретатор из того виртуального окружения, которым вы пользуетесь. Это очень здорово, и это позволяет не тратить время на переустановку библиотек, уточнение версии библиотек и так далее. Окей. Следующая проблема, о которой я хочу рассказать, это когда вы пытаетесь все вместе усидеть на некотором сервере, у вас возникает, что ресурсы между коллегами могут заниматься. Кто-то, я не знаю, решает кегл, кто-то делает рабочую задачу, и вы просто можете открыть хтоп и увидеть какой-то ад. Ну, тут, правда, все хорошо, потому что выходной. Окей. Но фактически в терминале, используя Jupyter, вы можете открыть хтоп, но это плохо по нескольким причинам. Во-первых, я очень не люблю давать доступ к терминалу на сервере, потому что у нас по умолчанию на сервере Jupyter нет SSH доступа, а терминал — это фактически SSH доступ к серверу. Окей. Но пока этот вопрос идеологический, я не смог его побороть вместе с коллегами, доступ к терминалу есть, вы можете запустить там хтоп, но обновив страницу, вы сломаете его. То есть такая особенность терминада, библиотеки, которая фактически в вебе делает терминал и хтоп, что он ломается после обновления страницы, вы остановите эту страницу, опять запустите хтоп, это очень неудобно. Как я бы рекомендовал вам решить эту проблему, можно поставить веб хтоп. Веб хтоп — это топ, потому что он не ломается, он может быть доступен по другому порту, по другому URL вашего сервера. Он очень классный, туда подключается, он очень настраиваемый. Сюда можно сделать виджет даже загрузки ваших видеокарточек. Если у вас есть на сервере видеокарточки, на которых вы обучаете, вы можете сделать дополнительный виджет и сюда, и фактически получить некоторые бортовые компьютеры. Данный продукт, написанный на питоне, он легко дополняемый, называется Glancet. И их слоган Glancet — это глаза вашего сервера. Окей, я не заканчиваю на проблемах. Следующая проблема, опять же, когда вы пытаетесь сидеть все вместе на одном сервере, непонятно даже с помощью хтопа, кто сколько ресурсов занял на питоне. Поэтому сделали такую удобную библиотечку. Пока что она у нас внутренняя, но скоро появится по URL ниже. Она позволяет показать, кто с помощью питона, а не с помощью питона достаточно сложно занять на сервере с джупитером какие-то ресурсы, сколько занимает по памяти, сколько занимает по ЦПУ, и вообще сколько каких ноутбуков отъедает памяти. А как мы знаем, питонячий код может запустить какой-то, форкнуть какой-то процесс и так далее. И все это считается фактически в дереве. Это тоже достаточно удобно. Поэтому рекомендую после того, как я ее залью на неделе, воспользоваться, хотя бы посмотреть. Данные будут доступны по каждому пользователю. Вы можете понять, кто хомяк на сервере, кто в данный момент сейчас, я не знаю, решает кегл и занимает ресурсы, когда вам нужно к концу квартала решить какую-то задачу. Окей. Примерно так это выглядит. Следующий момент. У нас сейчас стадия миграции в ламоде, и мы переезжаем со старого кластера на новый кластер. И у нас есть старый джупитер и новый джупитер. И маленький лайфхак, как отличить один от другого, потому что ссылки уже сливаются, обращать внимание на адресную строку не очень удобно. Это заменить иконку. Как вы думаете, где здесь старый джупитер хаб, а где новый? Ну окей. На самом деле, да, у ламода был недавний редизайн, и нижнее лого – это лого новой ламоды. И так мы отличаем старый джупитер хаб от нового. Окей. Дальнейшее развитие всех проблем и их решений, которые я показал, это в библиотеку, которая показывает загруженность каждого пользователя, добавить возможность экспорта в Прометевус, чтобы эти графики были удобно в исторических, ну, в ретроспективе просматривать. Шерилку ноутбуков доделать фактически до простой кнопки в джупитер хабе. А для Гленс это запилить отдельный виджет, чтобы джупитер, джупитер хаб, джупитер лаб был фактически вашим бортовым компьютером, и с помощью фактически одной клавиши вы могли посмотреть загруженность тех же ваших видеокарточек, совершенно не переходя на новую вкладку, на новую страницу и так далее. Окей, это основные проблемы, которые у нас возникают по использованию джупитер хаба. Расскажу про набор некоторых библиотек, которые за последние несколько месяцев мне попались, и которых я тоже рекомендовал для использования в джупитере, либо в джупитер хабе, либо в джупитер лабе, в зависимости от того, как вы это делаете и любите. Одна из библиотек позволяет подключиться к стримингу на файле, на вебсокете, на кавке и заснифить какие-то данные оттуда и фактически их визуализировать в реалтайме. Это очень здорово, потому что это позволяет из кавке какие-то свежие логи подсчитывать и так далее. В данный момент мы хотим, допустим, из кавки, помимо спарка, который читает из кавки, читать с помощью питона, чтобы не лезть потом в хранилище, не искать логи, а тут же их увидеть. Логи, относящиеся именно к вам. Окей. Еще одна из особенностей джупитера, что там есть виджеты, и айпайщит одна из возможностей в виджеты добавить таблицы. Тоже очень здорово, тоже очень советую. Окей. Следующая войла – это возможность ваш ноутбук вместе с питонячими виджетами превратить в некоторый веб-сервер. То есть вы фактически делаете некоторый интерактивный ноутбук, а дальше этот ноутбук с помощью войлы запускаете, и он превращается в некоторый веб-сервер. Можно оставить код, можно нет. Допустим, вы сделали какой-то прототип, который хотите показать менеджерам, но давать доступ в Jupyter Hub, в Jupyter, в Jupyter Lab вы не хотите, и у вас получится некоторый веб-сервер, который будет запущен, но очень здорово позволяет сделать такие прототипы фактически на коленке. Фактически то же самое делает Panel, тоже одна из представленных библиотек виджетов. Бэкэнд у нее использует Bokeh и тоже позволяет делать такие виджеты, и фактически поверх этого можно тоже настроить некоторый веб-сервер. И к чему это я? Я веду священную борьбу с языком R, и один из аргументов у тех, кто программировал на R, остается всегда, что вот мы на Shine можем сделать отличный дашборд. У этих людей больше нет этого аргумента, я надеюсь, потому что Python просто прекрасен. Окей, следующий момент. Мы все прекрасно знаем, что Jupyter — это не IDE. Он не позволяет классно работать с кодом, так быстро с ним оперировать, как это возможно в PyCharm или Eclipse, или где вы там еще прыгаете, даже в Sublime или Vime. Но Jupyter к этому идет, и в Jupyter Lab появилась такая возможность, такой экстеншн, благодаря которому вы можете фактически найти, где объявлены переменные функции и так далее с помощью HotCave. То есть, увидев какую-то переменную, хотите понять, где она была объявлена, и перейти с помощью горячих клавиш. Небольшая визуализация этого всего. Где имя. Он позволяет не только внутри ячейки, а между ячейками это все делать. Очень здорово. Скоро Jupyter Lab станет отдельной экосистемой, и уже сейчас там есть экстеншн, который позволяет рисовать какие-то UML диаграммы и просто диаграммы для презентации или еще куда-то. Очень здорово. Не нужно ставить теперь Paint или что-либо еще, и быстренько все это нарисовать у вас внутри Jupyter Lab. Ну и последний, самый классный экстеншн для Jupyter Lab это возможность не только писать маркдаунами, но и в латехе. Тоже быстрая конвертация, быстрый подсвет синтаксиса. Тоже очень классная интеграция. Также воспользуюсь возможностью свою библиотеку прорекламирую. Это возможность сделать TQDM, но внутри Телеграма. Я где-то полгода назад ее выложил в Телеграм-канал, но вот еще до этого ни на каких конференциях не рассказывал. Вы можете запустить какой-то процесс итеративный и видеть, как он проходит в вашем Телеграме внутри бота, запустив при этом несколько процессов с нескольких серверов и видеть, как этот процесс проходит в режиме реального времени. По контентной части все. Немного орг вопросов. Во-первых, мы в ламоде, в нашу классную команду, в которой у нас отлично настроен Jupyter Hub, ищем дата сайентистов. Мы очень хорошо себя вели, поэтому мы расширяемся. Если хотите, пишите мне. Если не хотите писать, переходите по ссылке, оставляйте резюме. Да, все это в том числе помогает делать очень классную ML-школу, выдавать доступ к серверу, к мощному серверу для студентов, чтобы студенты не мучились с установкой у себя библиотек, а уже на первом занятии могли бы работать с питоном и не мешать друг другу. Окей. Спасибо вам за внимание. Если вам нужны мои контакты, они есть по ссылке. Презентация появится в ODS. Она будет по почте, рассылка вместе с презентациями сегодняшнего митапа. Подписывайтесь на Telegram-канал. Еще хочется напомнить, что у нас два трека. Тут будет проходить PyData, там будет проходить PyCon трек. Больше классных митапов. Спасибо большое за внимание. До встречи. Мы за 30 минут уложились, и у нас еще минут 5 на вопросы. Да. Коль, возьмешь? Коля помогает не только с PyData с докладами, но и с PyData на ответы на вопросы. Спасибо, доклад. Вопрос такой. Есть ли в Юпитере возможности по контролю версии или интеграции? Да, я понял. Во-первых, есть интеграции. Один из возможностей шерить между собой данные, ноутбуки и так далее, это система контроля версии. Для этого есть extension и позволяет шерить данные через какой-то репозиторий. Но помимо этого есть просто какие-то дополнительные экстеншены, которые позволяют ваш ноутбук быстро конвертировать в гист, да, от гитхаба, ваш ноутбук, быстро закоммитить в вашу репозиторию, то есть какие-то улучшения. Но еще хочется сказать, что в Юпитере есть большая проблема, что на самом деле Юпитер ноутбук это некоторый JSON, и если вы построите диф, вы не увидите там фактически нормального изменения кода, вы не увидите, как изменились диаграммы, текст и так далее. Это достаточно неудобно, и у нас действительно есть для этого решение. Так что приходите на Moscow Data Science, который будет 31 августа, там я расскажу, как с помощью гитхаба и с помощью Юпитера ревьюить ноутбуки и делать это классно. Но другого решения, кроме которого пишу я, я не знаю. Да, вопрос еще. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой, чем вы пользовались в ламоде до Юпитера? И какие сейчас задачи решаете с помощью него? Спасибо. В ламоде мы решаем доцент задачи следующего характера. Это рекомендации. У нас есть рекомендации на товар, похож на этот товар, рекомендации с этим товаром часто берут, рекомендации размеров, рекомендации баннеров, рекомендации на корзину, фактически некоторый апсейлинг. Решаем вопросы ранжирования персонализации, решаем вопросы поиска, ML помогает в поиске, решаем вопросы логистики, помогаем логистике, решаем вопросы с качеством контента и так далее. То есть у нас очень большая задача. С помощью Юпитера мы организуем работу на наших серверах мощных, чтобы не считать это где-то на ноутбуке, из которого доступ принят к хранилищам, а считать это в Юпитере. Раньше были просто Юпитеры, которые были запущены, люди вмешались друг к другу, приходилось как-то решать вопрос с папками и так далее. Сейчас с помощью Юпитер Хаба у каждого, на каждого пользователя в Юпитер Хабе есть пользователь в системе, у него есть хоум-директория, и в задачах ничего не поменялось, если к этому идти. Просто увеличилась, я не знаю, скорость работы, каждый может рестартануть свой ноутбук, не мешая друг другу, то есть уменьшилось количество негатива, что ли, друг к другу, и это позволяет не отвлекаться от каких-то основных задач. Но у нас и так нет негатива. Примерно все в общем делаете. Да. Привет. Привет. Спасибо за доклад. Спасибо. Вот ты сказал, что есть чуваки, которые решают на сервере Kaggle и занимают кучу памяти, а есть просто хорошие ребята, которые занимают кучу памяти и забывают погружать ноутбуки. И это, когда много людей работают на сервере, большая проблема. А как ты с этим можешь помочь JupyterCub, чтобы не смотреть это глазами, а автоматизировать? Есть. Ну, во-первых, у нас очень культурные ребята, и я описываю не свою проблему, а вообще какую-то притчу. Но касательно вашего вопроса, есть идея, как это решить, то есть фактически запустить некоторых шедулер, который смотрит. Если человек занимает больше, я не знаю, там 30% CPU, GPU или памяти, делает это в течение долгого времени, и кто, и с кем-то конкурирует, то есть он занимает не свободное и так место, а какое-то дополнительное место, которое сейчас кому-то еще нужно, а еще видно, что он к этому ноутбуку не подключен, то есть первый столбец говорит, смотрит ли человек на ноутбук сейчас или нет, а второй столбец говорит, выполняется ли там какая-то ячейка, или он про него забыл. Фактически с помощью шедулинга можно отправить человеку предупреждение в телеграм-канал, его сказать там, или в слэк, которым мы пользуемся, сказать, сохрани, если тебе там что-то надо, потому что через 10 минут мы его стопнем. Да, такие идеи есть, но вопрос, как это реализовать и не собрать негатива. Также еще такая проблема может возникнуть на Hadoop сервере. Мы используем Spark, и если кто-то аллоцировал много ресурсов и забыл просвоить Spark контекст, его тоже через какое-то время хорошо бы прибить, потому что ресурсы Hadoop кластера могут тоже кому-то понадобиться. Но такие идеи есть. Одна из реализаций я описал. Вы можете воспользоваться данной библиотекой, доработать ее, либо дождаться, когда она появится, данные реализации появятся и там тоже. Да. Там есть вопросы. Еще три вопроса. Приветствую, спасибо за доклад. Такой вопрос. Насколько я знаю, на мобильном приложении у вас Kotlin. Вы в качестве сервиса по DiteScience на Python как-то Kotlin это имплементируете. То есть, насколько я понимаю, Kotlin вызывает какой-то сервис на Python, который, в частности, ваша команда пишет. Соответственно, есть такое решение, которое у вас была в Амоде, не знаю, как она сейчас развивается или нет, это виртуальный примерочный. Вот что там получилось ли сделать и знаете ли вы? Нет, к сожалению, про это решение не знаю. Наша интеграция с другими ребятами, в том числе и с отделом разработки, происходит с помощью наших разработчиков, которые сидят вместе с нами в команде. Поэтому мы, как датсиантисты, немножечко отделены от мира вот этого разработки. То есть, мы делаем веб-сервис, а они делают интеграцию ламода к нашему веб-сервису. Иногда, конечно, мы сотрудничаем с другими ребятами. Вот так, например, приложение, оно может идти в наш сервис как-то напрямую либо через проксю какой-то. Но про взаимодействие с Котлином и конкретно про виртуальный примерочный я вам не отвечу сейчас компетентно. Спасибо. Но вы можете написать вопрос по контактам. Если он действительно вам интересен, я его переотправлю к ребятам из разработки мобильной и пропушу вам их ответ. Либо просто свяжу. Спасибо за доклад. Такой немножко в топовый вопрос. Классические email или нейронки? Вы используете в своей работе лучше? Заходит что? Заходит как это rule-based правило. Классический email. То есть с нейронками мы на текущий момент только начинаем с картинок добывать новые фичи. Да. Спасибо за доклад. Интересует сравнение с таким инструментом как Apache ZP-Lin. И в частности вы продемонстрировали, что можно скажем так в реалтайме написать код и отдать его менеджерам. Да. Допустим Apache ZP-Lin поддерживает такие языки как там SQL, там даже Spark, этот JavaScript, ну Angular например. Есть ли такие возможности в GitHub? в Jupyter, в Jupyter, в Jupyter Hub можно сделать ядра не только питонячие, а даже скалы ядра, сделать ядра SQL, сделать bash ядра, кучу различных возможностей, сделать кучу разных ядер. Вопрос, зачем? Но для, как инструмент ZP-Lin очень классный, но у Jupyter больше возможностей, то есть он позволяет делать не только дашборды, а больше какого-то прототипирования. Я никогда не видел, чтобы народ строил модели машинного обучения в Цепелине. Вот, то есть он скорее для визуализации каких-то данных, таких вот проверки гипотез. Мы его не используем, потому что нам, как вы видите, достаточно у Jupyter. Он, я бы сказал, по возможностям очень сильно пересекается. Но если бы Jupyter был не такой классный, наверное, мы бы использовали и то, и другое. Спасибо. Спасибо.